Так, ну что, давайте, время пришло, давайте знакомиться. Рад всех видеть, кто подключился. Ну и представлюсь, коротенько. Зовут меня локтор Вячеслав Александрович. Я являюсь штатным инженером МГТУ имени Баумана. Со своими товарищами поддерживаю работоспособность сети. Сеть у нас большая, очень много различных задач в ней решаем. Вот, в том числе и связанные с сегодняшней нашей тематикой, о которой чуть позже скажу. Ну, а еще я являюсь преподавателем замечательного компьютерного центра специалист. Тоже давно преподаю там и совмещаю инженерную работу с преподавательской, чего и вам желаю. Значит, на своих занятиях и в своей работе я использую методическое пособие. Тоже, кто первый раз смотрит, запишите. Кто уже смотрел, знает, наверное, про него. Вот, ну и из этого методического пособия получается, из имени этого методического пособия, вот, вместо моей основной работы, получая с адрес моей почты на предприятии МГТУ имени Баумана. Также можно писать на адрес замечательного учебного центра специалист.ру. Вот, ну и писать, собственно, в плане отзывы, может быть, success story. И, конечно, пишите, что хотите еще посмотреть в будущих вебинарах, какие темы вас интересуют. Ну, а мы приступаем к сегодняшней нашей теме. Значит, вот методическое пособие открыто. И среди новостей сегодняшний бесплатный семинар. Значит, ну, кто смотрел мои предыдущие семинары, тот знает, что я отличаюсь жадностью и пытаюсь в ограниченный объем времени впихать на больше материала. Вот, и часто слышно полярные отзывы. Кто-то говорит, очень хорошо получилось, там, значит, все плотно и интересно. Кто-то говорит, ничего не понятно, все. Поэтому наша с вами тема, вот она заявлена, интеграция телефонной системы Asterisk с системами мгновенных сообщений и статуса абонента, да еще и в инфраструктуре Microsoft AD, я решил разбить на две части. И сегодня будет первая часть. Вот, но все ключевые слова обещаю вам постараться показать. То есть будет и AD, и Asterisk, и система мгновенных сообщений. Поэтому, не откладывая, приступаем. Значит, в работе я буду использовать свою методичку, и поэтому, собственно, открываю план лабораторных работ нашей с вами темы. Значит, ну, задача, финальная задача, сразу, чтобы было понятно, к чему мы стремимся. Значит, если у вас на предприятии имеется система мгновенных сообщений и статуса абонента, то ее можно использовать в телефонии каким способом. Ну, например, можно сделать так, что если статус абонента занят, то его телефон не звонит. Вот первый вариант использования. Другой вариант. Если у вас на предприятии какие-то телефоны, допустим, не очень современные, там, без дисплеев или еще что-то, то можно использовать систему мгновенных сообщений, как систему, там, вместо АОНа, то есть человек будет получать сообщение, вам звонит такой-то, такой-то. Ну, и там, в принципе, даже можно найти решение, интегрирующее систему мгновенных сообщений с телефонией. То есть видишь, что абонент свободный, можно, щелкнув мышью, ему позвонить, зазвонить, зазвонит стационарный телефон на столе, вот, вы снимете трубку, и вызов пойдет тому абоненту, которого вы в чате видите. Значит, вот так вот на пальцах в воздухе я такую, значит, цель показал. Вот, пользователи все работают, все видят статус друг друга, могут позвонить и так далее. Ну, давайте вот этот, собственно, мир будущего начнем закладывать. Значит, опять время у нас ограничено, поэтому мы начнем с некоторой готовой картины мира, а именно первый шаг у нас с вами уже будет выполнен. Что входит в первый шаг? В первый шаг входит следующее. Значит, у нас с вами имеется... Вот я даже тут, опять же, чтобы сэкономить время, нарисовал такую картинку. Значит, у нас с вами имеется контроллер домена. Домен корпорация 13U. Кто учился у меня на курсах или смотрел мои вебинары, знает, что у нас в центре компьютерного обучения имеется вот такой домен корневого уровня, и внутри домена каждый слушатель имеет домен второго уровня. Соответственно, корпорация 13, мой любимый домен. Я учился в школе номер 13, и к этому числу не равнодушен. И тут же показываю, что да, вот он у нас есть. Контроллер домена. Вот он. И, собственно, в этом контроллере домена у нас имеются пользователи. Сразу покажу два моих любимых пользователя. Это Иванов Иван Иванович с учетной записью User1. И, собственно, Петров Петр Петрович с учетной записью User2. Петр Петрович Петров. Вот. С учетной запись User2. В домен введены две рабочие станции. Тоже сразу показываю, чтобы время не тратить. Значит, рабочая станция клиент 1 используется Ивановым Иван Ивановичем. И вот он может зарегистрироваться, введя указанный в домене пароль. Но кто про инфраструктуру Экиф Директори не слышал или хочет знать о ней все, у нас имеются курсы в центре обучения, курсы Microsoft, которые все это детально вам объяснят и расскажут. Вот. Ну, а мы, собственно, от этого вот фундамента ляжем. Так. Так. Не торопимся. И, собственно, по моей тематике. Значит, мы на предприятии, и я в центре обучения активно использую и преподаю Linux-системы. Вот такая Linux-система есть. Также вот на схеме стенда я ее покажу. Значит, это у нас контроллер домена. Это клиенты. Клиент 1, клиент 2. И Linux-система с таким скромным названием сервер, собственно, и будет у нас играть роль системы, в которой как раз вот этот сервис мгновенных сообщений и статуса абонента будет работать. Ну, особо нам не понадобится, но на всякий случай я записал сеть IP-адреса, которые выданы. Если вы будете воспроизводить эту работу дома, я буду только рад, если вы в такие игры будете интересно играть и можете там даже за помощью обращаться, то, значит, вот такие вот IP-адреса я выделил в этой сети, и у вас будет, скорее всего, какая-то другая сеть, какой-нибудь Wi-Fi роутер у вас, там 190.20.60.8.1. Вот внутри этой сети можно старшие IP-адреса выбрать и использовать. Так, сервер тоже у нас настроен. Вот. Ну и еще небольшой хак. Если будете воспроизводить это дома, то учтите, что сервером DNS должен быть Active Directory. То есть не ваш Wi-Fi роутер, а IP-адрес вашего Active Directory, потому что он одновременно является и DNS-сервером для вот этой вот зоны. Вот. Если что-то непонятно, приходите на курсы. То есть DNS должен быть настроен на Active Directory. Так, ну а мы с вами продолжаем. Значит, задачу на части, и первая наша часть будет следующей. Значит, мы с вами должны развернуть систему мгновенных сообщений. Вот. Да, вот с этим перечислено все, что сделано, со ссылками. Вот. Ну и я перехожу к шагу 2. Итак, сервер мгновенных сообщений. Ну так повелось, что я и на курсах, и на предприятии у нас некоторое количество инсталляций есть. Используем вот такой вот продукт OpenFire. Вот. Довольный, хорошо работает, поддерживает всякие вкусности. Вот. Значит, Open Source. Можно его загрузить. И вот сейчас версия 4.3.2. Эта версия уже загружена на наш с вами Linux компьютер по имени сервер. И я могу попробовать ее установить вот такой командой tpkg-t. Вот. Да, здесь вот классический Debian пакет такой, олдскульный. Ставится не из репозитория, а загружается сайтом. Ну и требует для своей работы Java. Вот. Java тоже установлено, и тоже в методичке есть ссылка на то, как это делается в Linux и Java. Так. Следующий момент. Значит, возвращаемся к DNS. Когда наши с вами клиенты будут, когда наши с вами клиенты будут обращаться к серверу мгновенных сообщений, они будут использовать доменное имя, и, соответственно, правильно должно быть настроена SRV-запись для сервиса XMPP. XMPP – это как раз самый известный протокол для мгновенных сообщений. Не единственный протокол, но самый популярный. Погуглите, что это такое. Вот. А я, собственно, показываю, что действительно у нас в Active Directory, вот наш правильный домен-контроллер, имеется оснастка для настройки DNS, и я сейчас добавлю, добавлю в нее, в оснастку, несколько записей, несколько записей. Ну, вот первую запись прямо показываю. Сейчас у нас с вами в DNS имеется только имя PDC, имеется имя Client1, Client2, вот. А вот нашего сервера нету, соответственно, необходимо этот момент ликвидировать. Значит, я нахожу настройки зоны нашей корпорации X.U. Вот. И добавляю сюда А-запись. Опять же, вот, все так быстро. Почему А-запись? Что такое А-запись? Это все у нас в линейке курсов и по Linux, и Microsoft присутствует. Ну, продолжаем. Итак, начинка будет называться сервер. А IP-адрес он будет, согласно картинке, которая у нас там внизу, 10.5.12.213. Вот такой вот IP-адрес. Значит, ПТР записи не нужны, реверс-зон у нас не будет. И, собственно, вот первая маленькая задачка решена. Видите, соответственно, у этого сервера именно вот такой вот адрес, 10.5.12.13. Ладно. И про протокол XMPP. Опять же, необходимо. Наши пользователи будут иметь имя типа юзер1собака корпорация 13юн. Соответственно, клиент XMPP будет обращаться к сервису, который обслуживает домен корпорации 13юн. И для этого нужна SRV-запись вот такого вида. Добавляем. Значит, опять показываю, что сейчас этой SRV-записи нет. Ну вот, и добавляю ее, собственно, в настройки домен DNS. Так, добавляю. Так, добавляю запись типа SRV. Да, тут такой вот микс получается из Windows, Linux. Ну, все как на самом деле и бывает чаще всего. Так, ну вот она, SRV-запись. Так, и создаю. Значит, ну, без копипастинга здесь не обойтись, потому что имена вот такие вот кривые, да, специально зарезервированные. Так, чтобы, значит, сервис называется XMPP. Работает по протоколу TCP. Вот некоторые сервисы поддерживают TCP и UDP, может быть. Так, и SRV-запись отличается тем, что также указывается, на каком порту будет работать сервер. Сервер у нас как раз сейчас настанавливается и будет работать он на порту. Вот такой порт зарезервирован за протоколом XMPP. И мы указываем порт. Так, ну и само имя системы будет у нас, соответственно, сервер, корпорация. Ну, вот я люблю копировать, люблю копировать. Значит, само имя будет ссылаться на SRV-запись, на наш с вами сервер, на котором сейчас устанавливается OpenFire-сервер XMPP. Так, ну что, проверяем. Появилась учетная, появилась запись DNS или не появилась. Вот видите, да, то есть если какой-то клиент будет подключаться к XMPP-серверу вот этого домена, то подключаться надо к серверу. Аналогичная SRV-запись, кстати, у школы у нас астериск упоминается, аналогично делается для протокола SIP. Там тоже имеется возможность указать через SRV-запись, где находится SIP-сервер, отвечающий за домен. Так, ну что, тогда, значит, у нас с вами сервис установился, у нас с вами DNS настроен. Следующий шаг, смотрим, подглядываем в шпаргалку. Значит, подключение, предварительная настройка нашего сервера мгновенных сообщений, да еще и с учетом того, что он у нас будет интегрирован в SEP-директоре. Учетные записи мы не будем с вами создавать заново, поскольку инфраструктура Active Directory как раз от этого позволяет избавиться. Так, ну что, подключаюсь. Значит, я тогда хотел показать вам, где я работаю. Вот здесь работаю, вот здесь работаю. Вот, ну а с вами подключаемся. Так, ну здесь опять с DNS-ом не все так просто. Дело в том, что виртуальные машины, кстати, использую, да, я виртуализацию сразу покажу, виртулбокс использую. Посмотрите мои предыдущие вебинары, там будет поподробнее рассказано, как эти машины виртулбоксе можно создать. Вот, ну и вот к вопросу, что сама хост-машина, внутри которой эти виртуальные работают, она про DNS-корпорация 13UN не знает, поэтому я буду указывать IP-адрес. 10.5.12. Так, какой там 100.2.13. Да, и вот на этом порту работает административный интерфейс OpenFire. Вот, и я вижу визорд, который позволяет провести первоначальный настрой. Ну, первый вопрос, на каком языке будет административный интерфейс сервиса мгновенных сообщений. Я всегда рекомендую использовать оригинальный интерфейс английский, чтобы не было проблем с переводом. С администратором лучше работать с английским, а пользователям, конечно, лучше работать с русским. Так, XMPP-домен у нас с вами какой? СРВ-запись специально делали, поэтому будет корпорация такая-то. А вот полная full qualified домен имя нашего сервера, на котором будет работать сервис OpenFire, будет как раз вот тем самым, которое мы первым добавили в DNS. Продолжаем. Следующий вопрос, значит, какой формат базы данных будет? Ну, нет никакой необходимости какую-то более сложную СУБДД для нашей задачи использовать, поэтому оставим внутреннюю. Так, ну и вот много можно найти рецептов в интернете, рассказывающих про эту вещь. И вот теперь это будет видео. Может быть, еще где-то видео есть. Ну, вот здесь я покажу, что сервис OpenFire, как и потом сервис Asterisk, будет использовать информацию из Active Directory для работы с учетными записями. Значит, использоваться будет протокол LDAP. И вот опять у нас с вами вот ссылка на эти два курса реклама, да, семинар от рекламы вот этих курсов. Соответственно, подробности вот там. Например, что такое LDAP изучается вот в этом вот курсе. Ну, а я так, коротенько скажу. Значит, надо указать тип нашего LDAP сервера. Значит, это Active Directory. Можно OpenLDAP, кстати, использовать. Тоже такая лаба есть. Значит, имя сервиса, сервера, контроллера, домена. Точнее, давайте, чтобы путаницы не было. Сервер – это Linux. А здесь я буду говорить Windows Active Directory Primary Domain Controller. Значит, ну, поскольку я тут отлаживал уже, значит, нам нужно с вами указать, в какой ветви LDAP каталога у нас описаны пользователи. Ну, и кто с Active Directory работал, тот знает, что есть такой вот, ну, не Organization Unit, да, такая вот группа, внутри которой находятся пользователи. Ну, вот эта вот группа можно, чтобы сразу не быть голословным. Вот она, вот эта вот группа. Вот юзеры. И, собственно, здесь у нас вот Иванов и Петров. Так, ну, а мы дальше должны объяснить OpenFire, какой из пользователей будет администратором OpenFire. Вот, и кое-что нам придется поадминистрировать. Но, опять, для сокращения времени, а не потому, что так надо делать, мы будем использовать учетную запись, которую не надо использовать. Это учетная запись администратора. Ну, и, соответственно, у нее пароль. Ну, кто учился на курсах Microsoft знает такой стилизованный паспорт. Так, ну, и я не удержусь от того, чтобы проверить, все ли в порядке. Значит, да, значит, Wizards умел подключиться к Active Directory под учетной записью администратора. Вот, ну, и, собственно, мы продолжаем. Значит, учетные записи. Дальше здесь можно настроить соответствие между пользователями в Active Directory в OpenFire. Мы просто говорим, там, ну, можно проверить, все ли в порядке, да, дальше продолжить. Так, тоже не будем, значит, сейчас заострять внимание на то, что интегрируются не только учетные записи, но и группы. Просто, скажем, да, сохраним. Так, ну, и еще раз, значит, административным учетной записью будет учетная запись администратора. Не надо так делать на практике, надо создать какую-то отдельную. Так, проверю. Проверю. Пароль, соответственно, стилизованный паспорт. Вот, ну, и, соответственно, получаю сообщение, что все в порядке. Итак, OpenFire у меня настроен, и я могу залогиниться в административный интерфейс, используя пароль из Active Directory. Кстати, пароль в OpenFire не сохраняется, он, как бы, прокси работает. Он передает то, что мы ввели на Active Directory, и получает подтверждение. То есть все пароли у нас в Active Directory. Так, хорошо, можно попробовать подключиться уже с какого-нибудь клиента. Значит, опять, чтобы время не тратить, я установил в клиентах клиент. Значит, огромное количество XMPP-клиентов существует на свете. Ну, и я выбрал Spark, ну, по двум причинам. Первая причина тем, что это официальный клиент, идущий вместе с сервером OpenFire. Вот он. Ну, а во-вторых, он поддерживает вкусность, которая будет на четвертом шаге. Это единоразовая аутентификация, либо единовременная аутентификация, Single Sign On. Поэтому меня, в принципе, устраивает этот клиент. Хотя еще раз есть различные альтернативы. Так, ну и еще раз, значит, он уже установлен. Я могу попробовать им подключиться. Попробуйте им подключиться. Да, так все, конечно, подтормаживает серьезно. Так, значит, на клиенте один работает пользователь User1. Значит, подключается его клиент к домену корпорации, такая-то YUM. Вот, и пароль. Вот, обратите внимание, что сейчас ничего хорошего как бы нет. Мы заставляем пользователя вводить два раза один и тот же пароль. Вот, скоро мы с этим постараемся разобраться. Вот, пытаюсь войти, и, внимание, появляется сообщение об ошибке. Не могу проверить сертификат. Дело в том, что следующая задача, которую мы с вами будем решать, это решение вопросов с сертификатами. Если приглядеться к настройкам OpenFire, то мы можем заметить, что для клиентов используется вот такой вот сертификат. А это ни в коем случае не должно быть в корпоративной среде, потому что, если вы это оставите, вы должны будете пользователям учить вот такие вот галочки ставить. А это, можно сказать, первый камень в могилу безопасности, потому что, если пользователи начнут это считать нормой, то можно много чего натворить, подсылая им подделанные сертификаты и перехватывая все данные, которые они там будут вводить. Поэтому мы с вами учить плохому пользователю не будем. Но я просто покажу, что вот если вот так вот сделать, то покажу, заодно проверю, работает или нет. Посмотрите, вот видите, я доменной учетной записью подключился, вот статус могу свой вывести. То же самое можно сделать на втором клиенте, но суть не поменяется. Самое плохое еще раз, что мы с вами сертификат приняли, приняли самоподписанное. Это делать не нужно. Поэтому узнаем, что преимущество Active Directory заключается в том, что мы можем пойти на Primary Domain Controller и развернуть на Primary Domain Controller удостоверяющий центр, который позволит, во-первых, распространить корневой сертификат по клиентам, во-вторых, позволит подписывать любые сертификаты сервисов и, собственно, тогда клиентам, пользователям не надо будет вставить вот эту галочку. Они будут работать с достоверными сертификатами, но обо всем по порядку. Значит, вот этот длительный процесс мы с вами запустим сейчас «Превращение Active Directory в центр, удостоверяющий центр». Вот. Ну и еще раз, поскольку оно так вот тормаживает, я сейчас постараюсь это все запустить. Вот. Пускай оно работает с одной стороны. Вот. Подробнее о сертификатах рассказывается вот на этом вот курсе «Обеспечение безопасности». Там также разворачивается удостоверяющий центр. Правда, делается это на «Линуксе». А вот в нашем вебинаре в качестве удостоверяющего центра будет выступать «Виндус». Вот. Ну, для тех, кто курсом «Майкрософт» посещает, в этом ничего удивительного нет. Мы с вами посмотрим, как можно сертификаты «Линукс» в удостоверяющем центре «Виндус» подписывать и, значит, какие преимущества это для клиентов таит. Значит, шаг третий у нас с вами начался. Ну, если приглядеться вот к этому вот сертификату, который самоподписанный, то мы увидим, что OpenFire использует дополнительные атрибуты, сертификаты. То есть, вот, многие знают, что common name должен строго совпадать с именем сервера. Кстати, здесь он не совпадает, он с именем домена. Вот. А еще, соответственно, альтернативные DNS имена, но они здесь звездочку поставили. Как минимум, сертификат должен иметь указание на DNS имена, домен и сервер, точка корпорация такой-то. Поэтому мы с вами сейчас поступаем следующим образом. Мы самоподписанный сертификат уничтожаем безжалостно. Вот. И пока у нас с вами удостоверяющий центр в Active Directory устанавливается, 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 он говорит, уже установился, но требуется дополнительная конфигурация. Ну, давайте проведем дополнительную конфигурацию. Значит, запускаю продолжение вот этой вот истории. Так, да, давай дальше. Да, удостоверяющий центр будет. Да, Let's Encrypt вопрос хороший, Антон. Но сейчас посмотрите вот это решение, а потом Let's Encrypt мы обсудим. Дело в том, что Let's Encrypt, да, да, для... Ну, можно ли... Тут вопрос в том, что у нас сама инфраструктура распространяет свой корневой сертификат, и можно вот в такой изолированной песочнице побыть, и это тоже свои преимущества. То есть, да, да, конечно, сейчас вы увидите, что можно взять, можно купить сертификат, можно Let's Encrypt взять, поэтому да. Так, принят вопрос, да. Да. Так, значит, он у нас будет корневым, да, удостоверяющим центром. Интерпрайз, корневым, сейчас на все вопросы визорда отвечу. Так, да, значит, приватный ключ будет сгенерирован для удостоверяющего центра, ну и формат, не будем с вами останавливаться на этом, согласимся с тем, который у нас по умолчанию предлагается. Так, ну и, собственно, вот эти вот атрибуты, да, удостоверяющий центр будет для вот этого домена. Здесь явная интеграция, sold up, да, видно. Вот, ну и common name. Короче, все по умолчанию оставляем. И возвращаемся, собственно, к Linux. Значит, удостоверяющий центр у нас с вами сейчас, да, пусть на 5 год, на 5 лет будет, да. Да, 5 лет нам должно хватить, да, до вечера. Так что, так, место положения, база данных. Все по умолчанию оставляем. Так, да, 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 кейстория тоже у нас будет. Так, ну и, собственно, собственно, wizard закончил работу, говорит, выполни, вернее, wizard закончил задавать вопросы, а теперь готов выполнить работу, выполнить конфигурацию и, собственно, пускай это делает. Так, ну а я возвращаюсь к Linux. Итак, нам с вами понадобится запрос на сертификат с дополнительными атрибутами. И вот дополнительные атрибуты мы с вами сейчас заложим в файл конфигурации пакета OpenSSL, который находится в Linux. Талгет SSL OpenSL CN. Так, значит, здесь много вещей, которые нам понадобятся, много, которые не понадобятся, поэтому смотрим внимательно. Итак, в запросе на сертификат будут иметь место расширения. Ну, здесь версия 3 расширения. Вот, а сами расширения описываются вот в этой вот секции. Сейчас мы ее найдем. Вот, и здесь описаны расширения, которые нам не нужны. Расширения, которые нам нужны, это альтернативные DNS имена, ну, и опять я из какого-то, в общем-то, форума или какой-то документации стал, списал. Итак, в запросе на сертификат будут передаваться дополнительные DNS имена. И первое DNS имя будет, собственно, наш домен, который я выбрал, 13-й. Второе DNS имя – это имя сервера. Так, сохраняю. Ну, и теперь могу создать запрос на сертификат. Кому будет непонятно или интересно, вот этот курс как раз посвящен разворачиванию удостоверяющего центра. И вот в этой лабораторной работе среди прочих создается запрос на сертификат. Ну, чтобы создать запрос на сертификат, нужно сначала создать приватный ключ нашего сервиса. Вот, ну, там немножко, немножко другие имена используются. Значит, у нас с вами приватный ключ будет для системы сервер. Так, дальше, значит, ну, я буду прямо вот копипастить, значит, чтобы враги не посмотрели. Меняю маску доступа на наш с вами ключ сервер-кей. Так, и создаю запрос на сертификат, который отправлен сейчас на контроллер домена, поскольку он является удостоверяющим центром. Значит, ну, меняю только имена. Итак, в запрос, в создании запроса участвует приватный ключ, который мы только что сгенерировали. Результат будет записан вот в этот вот файл, который надо будет отправить на подпись. Значит, ну, в принципе, можно здесь писать какие-то атрибуты, которые там у нас к нашему местоположению относятся. Можно было оставить по умолчанию, поскольку у нас такой эксперимент, так, организация, ну, давайте, центр компьютерного обучения, специалист, так, подразделение, ну, давайте, кто, в котором работает, центр управления сетью, центр управления сетью, вот, common name, очень важно, чтобы здесь оно совпадало с полным именем нашего сервера, если речь идет о серверном модификате, вот, ну, и остальные атрибуты нам не нужны. Ну, и имеется возможность здесь же посмотреть содержимое запроса на сертификат, убедиться, что там на все, что надо есть, что там самое главное должно быть. Там должно быть вот эти вот альтернативные DNS имена, раз, и правильный common name, два. Вот эти атрибуты, в общем, большой роли в нашем с вами эксперименте сейчас играть не будут. Ну, и сейчас надо вот этот запрос на сертификат перенести на контроллер домена. Как же это сделать? Ну, в принципе, способов может быть множество разных. Я люблю пользоваться вот такой вот программой, только что-то как-то ее я не вижу. Ну-ка, секунду. Да, вон, Windows, почему-то все очень не нашлось, бог с ним, бог с ним. Значит, Windows замечательная программа, которая позволяет из Windows системы подключиться к Linux системе по протоколу SSH. Работаю я на Linux, кстати, вот такой неправильной учетной записью. Никогда так не делайте, только для экономии времени на курсах. Я, значит, это позволяю себе. Так, и вот я переношу вам запрос на сертификат, на контроллер домена. И, собственно, здесь нужно его подписать. Ну, честно говоря, небольшим специалистом я по Windows являюсь, поэтому нашел вот такой вот железобетонный способ. Вот, домашнее задание. Напишите мне, какие еще есть способы. Вот, запрос на сертификат. Вот, я, как Linuxoid, да, нашел такой самый удобный вариант. Значит, использование Windows удоверяющего центра для Linux сервиса. Вот такая вот ссылка. Здесь вот такая вот страшная команда. CertRec, Submit. Ну, и дальше, собственно, запрос на сертификат и подписанный нашим удостоверяющим центром сертификат. Вот такая вот красота. Вот, и без копипастинга, конечно, никак с этим не справиться. Так, ну, и вот я подписываю. Подписываю запрос на сертификат, созданный на Linux, на удостоверяющем центре, работающем под Windows. Да, ну, вот здесь, видите, как совмещается командная строка с графическим интерфейсом. Да, говорю «Окей». Вот, ну, и, собственно, здесь появился файл серв, который является подписанным сертификатом. Опять же, домашнее задание. Уменьшите мне, как здесь указать период, на который подписывается сертификат. Чтобы вам было интересно, какие вот вам задания. Так, ну, а я, собственно, собственно, копирую вот этот вот серв обратно на Linux. В правой части у нас Linux, в левый Windows. Так, ну, и, собственно, собственно, еще один такой небольшой момент. Значит, на самом деле, имеется несколько форматов, в которых может храниться сертификат. Вот, ну, и, значит, этот формат DR надо преобразовать в Base64, чтобы, ну, увидите для чего, чтобы можно было это в OpenFire скопировать. Поэтому вот такая вот команда возьмет один формат сертификата и перекодирует в другой. Так, по сути, это одно и то же. И вот теперь я беру и в мой OpenFire добавляю новый сертификат, который будет использоваться для шифрования подключений наших клиентов. Так, значит, тот самый подписанный я удалил, а сюда добавляю, во-первых, приватный ключ. Если бы он был запаролен, можно было бы пароль указать. Так, я не стал запароливать. Так, и, собственно, CRT, вот этот вот приехавший из удостоверяющего центра сертификат в нужном формате, вставляю, собственно, в поле содержимое под сертификат. Так, значит, посмотрите, теперь у нас не SelfSignit, да, а C-Signit сертификат с нужными атрибутами. Вот альтернативные имена у нас с вами есть. Вот, ну и как это должно отразиться на наших клиентах. Значит, на наших клиентах, по идее, это должно отразиться... Ну, кстати, даже интересно, нужно ли перезапускать OpenFire. Давайте попробуем не перезапускать. Всегда интересно, что будет. Так вот, по идее, теперь у клиента должна пропасть необходимость ставить вот эту вот галочку. Ставить вот эту галочку. Но проблема заключается в том, что, во-первых, давайте посмотрим, приехал ли корневой сертификат удостоверяющего центра на наш клиент. Как это посмотреть? Ну, я знаю вот такой способ. В панели управления можно найти, значит, приложения, связанные с сертификатами через... Всегда мне это очень нравится. Свойства браузера, да. Ну, на самом деле, там можно оснастку сразу запустить, но через свойства браузера как-то оно повелось. И вот, если так приглядеться, то среди доверенных сертификатов нашего сертификата корпорации 13 нет. Ну, опыт показочного быстрее всего просто перезагрузить наш клиент для того, чтобы этот сертификат приехал. Ну, и давайте, может быть, клиента второго тоже перезагрузим, чтобы тоже корневой сертификат удостоверяющего центра там появился. Давайте смотреть. Клиент перезагружается. Да, Антон, критично. Если честно, я пытаюсь сократить всегда размеры вебинаров, да. Поэтому не исключено, что есть еще какие-нибудь секреты, которые для меня за кадрами остались. Но вот без этого у меня не заработало. Так что вот так вот, да, ругается. Поставьте эксперименты, напишите, будет очень интересно. Как бы одна голова. Хорошо, да, две лучше. Так, приехали сертификаты удостоверяющего центра. И это можно, ну, опять же, посмотреть. Да, вот так вот. Так. Панель управления. Да. Так. Панель управления, свойства браузера, подключения. Так, смотрим. Доверенные. Вот, смотрите, видите, он появился. Так вот, фокус еще заключается в том, что Spark, кстати, как и OpenFire, написано на Java. А Java – это, в общем-то, платформа независимое решение. И эта платформа независимость выливается в то, что они, эти решения, не используют вот этот вот каталог сертификатов. То есть, фактически, сейчас мы вручную выполним довольно-таки муторные действия. То есть, я этот сертификат положу в промежуточный файл. Вот, кстати, вот в кодировке, да, БС-64. Положу в промежуточный файл какой-нибудь. Так, документы, да, ну, документы положу, да. Так, документы положу. Так. Значит, вот она, эта ссылка. Добавление сертификатов удостоверяющего центра в Java репозиторий, да, или Key Story, лучше говорить. Вот. И, собственно, вот так вот он будет называться у нас. Вот. И, собственно, еще очередное домашнее задание. Так, кстати, общий буфер отмена надо включить обязательно. Тут уже никак без этого не обойтись. Домашнее задание очередное. Напишите мне, как автоматизировать вот этот процесс. Так. Сертификат удостоверяющего центра приехал на все клиенты. Он там есть. Но некоторые приложения, например, написаны на Java. Или, например, некоторые приложения, входящие в состав, например, Mozilla, да, там, Firefox, Underbird, они используют свой, свое хранилище. Вот. И как это автоматизировать? Самый простой способ. Мне это здорово пригодится. Вот. Не хочу искать. Хочу, чтобы мне помогли. Так. Значит, экспорт завершен. И вот теперь, теперь, теперь. Значит, ну, просто хочу показать, чтобы пока что ничего не работает. Вот. Я беру в ней. Вот. Галочки вот этой вот нету, да, доверять любым сертификатам. Смотрите. Вот. Видите, больше нету этой галочки. Пароли давайте. Так. Говорю в IT. И вот она сейчас не смотрит. Unable to verify certificate. Вот. Ну что ж. Теперь. Теперь беру новую строку. Причем, поскольку это касается добавления в Keystore Java, то непривилегированного пользователя не хватит для этого прав. Поэтому я спускаю командную строку с правами администратора. Так, секунду. Так. И, значит, вот набираю, набираю вот эту вот страшную инструкцию. Опять же, скопирована из документации. Вот. И, значит, сейчас мы с вами ее вставим и обсудим, что здесь у нас написано. Так. Итак, Keytool – это Java программа, которая позволяет импортировать в хранилище Keystore. Соответственно, с приложением Spark имеется свое хранилище. Представляете, сколько Java программ, столько хранилищ. Очень удобно так в кавычках. Вот. А сам корневой сертификат удостоверяющего центра располагается у нас в домашнем каталоге пользователя. Клиент 1 работает пользователь и юзер 1. Вот мы, собственно, вот таким вот страшным образом, ну, там про лагон скрипты я слышал, что их можно использовать и так далее. Вот я, собственно, добавляю. Сертификат был добавлен в Keystore. Ну, если все хорошо, то я могу рискнуть подключиться с парк клиентам уже не ставя вот эти позорные галочки. Вот. Ну, давайте проверим. Так, войти. Ну что, смотрите, да, все, теперь у нас становится красивее. Про клиента второго мы, правда, забыли, но пускай пока он у нас там повисит. Если время останется, можно будет добавить. Время, честно говоря, не осталось, ну, как обычно я. Ну, ничего, да, делаем, превысим лимит, никто нас за это ругать не будет. Делаем дальше. Значит, мы с вами, давайте, установили OpenFire, настроили его на использование учетной записи в секте в Директоре. Мы интегрировали OpenFire и сервер и клиентов с удостоверяющим центром нашего контроллера домена. Вот. Ну и четвертый шаг тот, ради чего я, собственно, да, эту половину вебинара и задумывал. Значит, у нас имеется замечательный курс интеграции с корпоративными решениями Microsoft. Вот. Основными хэштагами этого курса являются Kerber, SSO, LDAP. Вот. Ну и, собственно, там речь идет о четырех сервисах. В основном это сервис SSH, сервер HTTP proxy, сервер электронной почты и файловый сервер. И я, значит, постоянно не успеваю вот показать, что и сервис XMPP тоже может использовать вот эту парадигму SSO. И этот вебинар, вот этот пробел должен как бы ликвидировать. Значит, что такое SSO? SSO – это возможность пользователю ввести логин один раз, один раз, и вот в дальнейшем при подключении к системе, вот с утра, и в дальнейшем никакого параля здесь вводить он не должен. Значит, чтобы это сделать, необходимо использовать протокол Kerberos. Собственно, Active Directory и является центром распределения Kerberos ключей. Значит, не путать с ключами, которые мы с вами, с сертификатами, имели дело до сих пор. Kerberos и сертификаты – это системы абсолютно разные, решающие одну задачу общую. Но, тем не менее, так вот, Active Directory у нас является центром распределения Kerberos ключей. И, собственно, я сейчас вот всех приглашаю на этот курс, где подробно обсуждается, что такое Kerberos, как он работает и так далее. А мы с вами бежим по верхам. Значит, настройка Kerberos клиента. Значит, ну, иногда этот шаг считают включением в домен Linux системы, вот, но на самом деле это не так. Значит, опять же, призываю вас на курс. Я сейчас установлю приложения, в которых, к слову, Kerberos, да, фигурирует. Ну, и тем, кому понятно, покажу, что наш с вами Linux, ну, можно сказать так, почти в домене, да, то есть Debian пакет, который я установил, проанализировал настройки DNS и понял, что где-то рядом имеется контроллер домена, ответственный вот за такой вот Reel. Вот, ну, и, например, я могу получить тикет-гарант-тикет, например, каинет, юзер один, ввожу пароль парк пользователя, и вот, пожалуйста, тикет-гарант-тикет приехал к адресу. Так, ну, это не то, ради чего мы с вами это делали. Значит, то, ради чего мы это с вами делали, это возможность пользователю подключиться, вот он уже здесь получил тикет-гарант-тикет, теперь надо запустить Spark и подключиться к серверу XMPP, не вводя логин и пароль. Как это сделать? Нужно зарегистрировать наш сервис XMPP OpenFire в контроллере домена. Вот, поскольку у нас с вами смешанная среда, то делаем мы это, опять же, используя что-то такое хак-подобное. Значит, чтобы зарегистрировать что-то в контроллере домена, нужно найти оснастку Users and Computers в нашем контроллере домена. Прошу прощения. Так, где у нас Users and Computers? Да, и как-то сюда добавить XMPP-сервис, работающий на сервере. Как же это сделать? Вот, видите, среди компьютеров у нас есть Windows-компьютеры, а Linux-а здесь нету. И вот такой вот хак тоже, в принципе, на просторах интернета описан, известен. Чтобы добавить сервис в Active Directory, Linux, надо создать просто некоторого пользователя, как-нибудь его назвать. Я возьму, как это в курсе делается, назову его. На сервере работает протокол XMPP. Значит, логин тоже будет сервер XMPP. Пароль, это будет не настоящий пользователь, не будет устаревать. И даже поставлю галочку, чтобы пользователь его не мог сменить. И пароль, в общем-то, возьму тот самый Microsoft Passport. Вот, и вот создал эту учетную запись. Вот, пока что к серверу, к сервису она никак не привязана. Вот, и теперь беру в руки командную строку, командную строку, и запускаю вот такой вот страшный хак. Вот, ну, на самом деле, хаком он не является, это вполне решение от Microsoft, утилита Microsoft оригинальная, вот, которая называется KTPass. И она связывает. Значит, здесь опять немножко от того курса. Значит, у нас будет все выгружено в файл сервер XMPP. Связан пользователь сервер XMPP, вот с таким вот, кстати, пароль здесь в открытом виде. Будет связан с сервисом XMPP, работающим, какая у нас машина, на сервере корпорация, такая-то вот ее. То есть, мы связали пользователя с сервисом подробности на курсе, приходите, смотрите, да. Да, 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 сейчас посмотрю, да, тут комментарии, поэтому спасибо, да, пока хочу добить до конца. Антон, задача была, задача, да, Антон, мне вопрос к концу презентации, принято. Так, запускаем, запускаем, значит, читаем, с аксессуализ, связали пользователя, с аксессуализ, связали пользователя. Ну и теперь мы вот этот вот выгруженный принципал нашего XMPP сервера, работающего на сервере, передаем, собственно, на сервер. Где у нас Windows KTP, давайте посмотрим. Вот он, да, KTP, передаем на сервер, вот, и на сервере кладем в правильное место, опять же, на курсе рассказывается про утилиту KT-Util, которая позволяет прочитать KTP, который только что мы с вами загрузили, сервер XMPP, KTP, и записать его, записать, ну, я скопирую. Не люблю писать, пишешь, ошибаешься. Так, и скопирую его, вот в таком вот файле рекомендуется это дело хранить. Так, значит, выхожу, и, в принципе, можно убедиться, что в этом файле действительно все хранится. Вот, да, видите, принципал сервиса XMPP, работающего на вот этой машине, вот в этом вот. Так, ну, а еще одним таким вот упрощением, дело в том, что OpenFire работает с правами непривилегированными, поэтому я вот этот вот файл с ключом разрешу читать всем, ну, можно было бы красивее сделать там какую-то группу сделать, включить туда пользователя OpenFire, дать права группе, не будем. Опять Java у нас выступает. Если все нормальные приложения читают этот файл напрямую, например, SSH-сервер, файловый сервер, SAMBA или там прокси-серверов, сквиды, то, значит, OpenFire к этому файлу напрямую не обращается, и, опять же, можно на просторах интернета, среди документации найти описание, что если мы хотим, чтобы OpenFire поддерживал single sign-on с Kerberos, то необходимо создать конфигурационный файл с этим вот названием, GSS, это General, чего-то там Security дальше. Вот, ну, кто на Java что-то программирует, наверное, им понятно, что здесь описано. Вот, я как инженер просто скопировал из документации, ну, и здесь кое-что знакомое можно увидеть, значит, вот в этом вот домене, вот это вот имя принципала, загружать вот из этого файла, ну, и пока не проглядел, значит, соответственно, это у нас с вами будет на сервере, да, работать, на сервере операции. Так, ну, и я, собственно, сохраняю этот файл, и это еще не все, значит, нужно теперь пойти к настройке OpenFire, где он там у нас включает, вот, и в системных свойствах тоже искалось, конечно, это не сразу нашлось все, но еще раз, значит, у нас, например, в бухгалтерии активно используется OpenFire именно в доменной такой вот конфигурации, вот, и интегрирован, вот, там люди рассылают сообщения. Короче, овчинка выделки стоит, по крайней мере, по крайней мере, не так много шагов осталось. Итак, вот такой вот параметр описывает, где находится тот файл, который мы только что с вами сделали, gtc OpenFire. Так, где он находится? Вот здесь он находится. Так, ну, и дальше, в общем-то, здесь, значит, механизм SASL, это, опять же, механизм, в общем-то, такая библиотека безопасности, которая включает различные методы аутентификации, в том числе и Kerberos. Значит, включаем BSS API. Так, BSS API включаем. Так, и, и, третий параметр, тоже с такими минимальными комментариями. Значит, все это работает в домене. Это Kerberos название, а в Active Directory они используют слово домен. В домене работает корпорация 13.io. Корпорация 13.io. Так, сохраняем. Сохраняем, и пока не забыл, пока не забыл. Сервис, сервис, сервисе, OpenFire и Start. Так, ну, не удержусь проверить, как он себя чувствует, статус. Так, чувствует вроде бы ничего, значит, остальные действия будут на клиенте проводиться, а здесь я запущу последний акт марлезонского балета, значит, запущу установку Астериска. Да, мы все-таки видим в теме вебинара упоминание Астериска, вот пускай он ставится. Итак, цель наша, какая? Цель заключается в том, чтобы пользователь, теперь запуская клиент, никакого пароля больше не вводил. Здесь очередной, как бы, прикол, который требует автоматизации и заключается в том, что для того, чтобы клиент не вводил пароль, мало сделать то, что мы с вами сделали, еще необходимо явно в настройках каждого клиента поправить реестр. Ну, я не думаю, что это сложная задача для людей от Microsoft, там, реестр править, можно рекфайл сделать, но поскольку у нас с вами один клиент, то я, собственно, запущу вручную редактор реестра и укажу, значит, ну, вот он путь, значит, local machine, system, control set, так, смотрю, local machine, system, control set, насколько я помню, что не помню, control, есть, control, ага, есть, дальше, насколько помню, LSA, что-то вроде local security, так, kerberos, знакомое слово, и вот среди параметров надо добавить параметры вот с таким вот, ну, в общем-то, значимыми, да, что-то разрешает, разрешает. Использовать ticket, grant, ticket, сессионный ключ, да, ticket, grant, ticket – это тема, которая активно вот в том курсе обсуждается, интеграция Linux, Windows, так, ну, а я одно могу сказать, что надо перелогиниться, перелогиниться, чтобы еще раз получить этот ключ, значит, я выхожу, как user1, так, подключаюсь, подключаюсь, как user1, секунду, так, подключаюсь, как user1, так, ну, и момент истины такой, смотрите, значит, вот пользователь с утра подключился, ввел свой лагин и пароль, дальше, там, можно в автозагрузку это прописать, можно, вот пароль он вводить больше не должен, значит, среди параметров, которые марасы навсегда ему должны добавить, это возможность использовать single-sign-on, механизм аутентификации, и вот обратите внимание, значит, исчезло поле пароль, теперь у нас с вами есть только user1, вот, ну, и еще раз, никаких параллель не вводим, вздыхаем поглубже и говорим войти. круто, каждый раз вот это видео я поражаюсь, надо же, работаем, да, действий, конечно, много, особенно, когда в первый раз это делаешь, но еще раз, домашнее задание вам на дом. Итак, наш с вами пользователь и все остальные 500 пользователей могут запустить вот такой вот клиент, подключиться к серверу мгновенных сообщений и статуса абонента, вот, ну, и что тут мы уже из времени выбились, да, из ряда, ну, ничего, подержитесь. Значит, астериск, астериск, давайте дадим возможность астериску что-нибудь сообщить. Значит, фактически мы с вами первую часть закончили, вот он, наша с вами первая часть, вот, я зову вас на вторую часть, значит, интеграция, собственно, астериск, вот оно, продолжение, которое будет через пару недель, вот, ну, не буду сейчас смотреть, когда, сначала покажу. Значит, здесь уже печется план лабораторных работ, все должно быть интересно, а я вот с такого, как бы, куска начну, значит, я, что я предлагаю сделать себе для демонстрации вам. Я предлагаю сейчас быстро настроить астериск на взаимодействие с нашим сервером, который только что у вас на глазах развернули. Значит, для этого используется файл конфигурации xmpp.conf. Ну, и файл конфигурации подготовлен для разных вариантов использования. Узнаете нашу учетную запись, да? Вот, обратите внимание, что астериск будет подключаться к серверу OpenFire через учетную запись доменную. Опять же, OpenFire никаких паролей не хранит. Вот, этот пароль будет передан контроллеру домена. Контроллер домена даст ответ, верно или неверно. Ну, и безопасность этого решения оставляет желательно еще. Поэтому, когда до того вебинара дойдем, то подумаем, что с этим делать, пока что оставим. Так, хорошо, это первая половина. Вторая половина. Чтобы астериск что-то сделать, надо настроить его что? Диал план, да? Extensions.conf. Вот, ну, я тот диал план, который здесь есть, сотру. И точно знаю, что по умолчанию никаких абонентов не описываем. По умолчанию все это у нас в контексте паблик. Я вот добавлю вот такой вот номерной план. Просто-напросто. Так, если набрать номер 306, то астериск снимет трубку и отправит сообщение. Ну, мы везде видели слово XMPP. Вот, перед нами слово Jabber. Это прошлое название этого протокола XMPP. Через описанное нами подключение астер. Вот оно у нас здесь, видите, да? Вот, ну и отправляемое сообщение юзера 3 у нас вообще нет. У нас с вами есть юзер 1. В домене корпорация такая. Ну и само сообщение, в общем-то, оригинальности не отличается. Вот, соответственно, астериск. Астериск минус... Просто наберу core reload. Вот, ну и поскольку времени уже совсем нет, прямо попробую что-нибудь, прямо попробую что-нибудь сообщить. Вот у меня есть Zoiper, один из моих любимых клиентов. Вот он настроен, видите, на IP-адрес нашего сервера Linux. Вот, ну и демонстрировал я это уже хохму. Это только кажется, что позвонить нельзя. На самом деле, позвонить можно. Вот, например, тестовый номер 1000 имеется. Отладку надо повысить. Отладку повыше сейчас. Позвонить на номер 1000. Вот, видите, да? Она что-то там говорит. Вот, а можно позвонить на номер какой-то там? Номер 306, да, по-моему, делал. Позвоню на номер 306. Вот. Видим выполнение этих команд. А вот, собственно, результат. Вот, видите, результат. То есть, мы с вами видим, что Астериск потенциально может взаимодействовать с только что развернутой нашей системой мгновенных сообщений и статуса абонента. Ну и давайте наши достижения перечислим, что-то, значит, от чего будем плясать в следующем вебинаре. Продолжение. Значит, мы с вами в инфраструктуре Active Directory развернули сервер мгновенных сообщений. Сделали так, что наши клиенты подключаются, используя инфраструктуру удостоверяющего центра Active Directory. И сделали так, что наши клиенты подключаются, используя технологию Single Sign-On, основанную на протоколе Kerberos, который также поддерживается Active Directory. Вот, ну и сейчас ответы на вопросы. Ну, а так, спасибо за внимание. Пишите комментарии, будет обязательно выложено видео. И, значит, буду рад до вашей эмоции. Спасибо. Спасибо.